В минувшее воскресенье 21 февраля на стадионе «Химик» прошла массовая сдача норм ГТО по дисциплине «Бег на лыжах». Участвуют все школы у нас. Упор сделан на 9-11 классы, так как им в этом году надо будет поступать. И чем быстрее мы сдадим, тем быстрее они получат значки. Очень много участников, все школы откликнулись, практически все ученики 9-11 классов вышли на старт. Это радует. Конечно, подготовка у всех разная, но, тем не менее, попробовать сдать лыжи надо. Внимание! Особое внимание уделили сдаче нормативов комплекса среди выпускников школ. Дело в том, что обладатели золотых знаков отличия ГТО получат бонусные баллы при поступлении в любой вуз страны. Причем успеть сдать необходимые спортивные дисциплины желательно до конца марта. Эти нововведения распространяются на выпускников и 9-11 классов. 9-11 классы тоже будут поступать. Кто-то будет в техникум, кто-то, конечно, пойдет в 10-й. Но те, кто пойдет в средние специальные учреждения учебные, им тоже понадобится значок, так как за золотой значок до 10 баллов к ЕГЭ добавляют. Массовая сдача норм ГТО привлекла к себе внимание множество старшеклассников. Некоторые школьники спортивный инвентарь привезли с собой, другие взяли лыжи на прокат. Попробовать свои силы в дисциплине пришли и те, кто в обычной жизни спортом не увлекается. Трасса вообще хорошая. Я, честно, не спортсменка, ничего, но захотелось поучаствовать. Я проехала 20 минут, но, конечно, большое стогнение людей. Ну, вроде бы справилась, как бы мне понравилось очень. Некоторые выпускники, напротив, планируют связать свою жизнь со спортом. Например, 11-классница Елизавета Пантелеева собирается стать спортивным журналистом. Я очень люблю спорт, я люблю комментировать, я хочу стать хоккейным комментатором в будущем, может, лыжным. К зачебегу на лыжах Елизавета и ее подруга готовились самостоятельно. Ходили в лес, то есть самостоятельно тренировались, проводили разминку, тренировки. Мы не знали, если честно, что будет, куда поворачивать, но было несложно разобраться. В этот день для школьников на стадионе работала так называемая полевая кухня. После прохождения трассы ребята могли согреться при помощи горячего чая и свежеприготовленного плова. После того, как выпускники школ справились с дистанцией, нормы ГТО могли сдать все желающие.